Меня зовут Зульфат, мне 20. Ирина, 28 лет. Меня зовут Артур, мне 21. Меня зовут Херуза, мне 18 лет. Меня зовут Юля, мне 20 лет. Всем привет, меня зовут Альберт, мне 29 лет. Шазам алейкум, как дела? Меня зовут Динар, мне 27. Меня зовут Полина, мне 20 лет. Меня зовут Данил, мне 21. Приветики, меня зовут Гузель, мне 19 лет. Наиль, 20 лет. Мулика, 18 лет. Меня зовут Булат, мне реально 31, я сам не верю, честно. Привет, меня зовут Ангелина, мне 20 лет. Меня зовут Динар, мне 21. И Сен Миссис, меня зовут Мадина, мне 18 лет. Занимаюсь, в принципе, основной направлением деятельности юриспруденция. Немножко увлекался музыкой большую часть своей жизни. И как-то естественным образом пришел в диджеинг, потому что когда у меня было 500 баксов, я зачем-то купил контроллер, который у меня 5 лет дома простоял, а потом я понял, что его можно использовать все-таки по назначению. Я учусь в КАИ, Институте автоматики электронного приборостроения. Занимаюсь музыкой, сейчас беру курсы по санпродюсированию в 3DJ School. Я работаю в команде УРАМ, это и проекты, может быть, кто-то знает их. Это и стрим-парк УРАМ. Я занимаюсь музыкой и хожу в нашу любимую школу диджеинга, а так я учусь на продюсера. Я просто захотела найти что-то новое в сфере, в которой я занимаюсь, и получить навыки в сведении, введении, вечеринке. Я занимаюсь вообще фотошопом, начал этим заниматься где-то в 18 лет. Начал делать коллажи, коллаборировать с разными пабликами, делать обложки для малоизвестных рэперов, и помогаю как раз-таки вот с визуалом некоторым пабликам. Ну, я чтец вообще. С самого детства я увлекаюсь театром, и это то, что насыщает меня, то, что вдохновляет, то, что расслабляет. Я меломан, и, наверное, на это очень сильно повлиял мой папа. Я такая, блин, а я хочу, кстати, пойти попробовать быть диджеем. Мой папа такой поддержал меня, сказал, что, блин, это крутая идея. И когда я переехала в Казань в этом году, я такая, все, я иду в диджейку. Чем я увлекаюсь? Я работаю в креативе. Я руковожу отделом креатива в креативной группировке 000. Вот. Учусь на рекламе и связи с общественностью. И как я пришел к диджеингу, просто захотелось. Я устал тусить. Я понял, что уже клубы меня особо не привлекают. И нужно либо двигаться дальше, либо откидывать это все. Увлекаюсь всем подряд, на самом деле. Я вообще творческий человек. И во всех сферах тебя вижу хорошо, отлично. На самом деле меня привел мой друг, его зовут тоже Динар. Он просто меня притащил за руку, говорит, о, прикольно будет. Отвечаю, давай, пойдем, давай, давай, что посмотришь, что он как-то там. Ну, вот так и оказался здесь. Я мама. Следовательно, пока я ничем не увлекаюсь, кроме материнства. В школу я пришла. Мы начнем с того, что мой муж продавал двойку. И угадайте, кто приехал посмотреть нашу двоечку. Это был Булат. Он приехал, они прокатились. Он рассказал о том, что он открыл диджейскую школу, что идет набор. И муж такой говорит, все, это по тебе. Я учусь на антрополога в КФУ. Скорее всего, никто не знает, что это такое. Я работаю в онлайн-школе. И как я пришла сюда, я просто узнала, что мой знакомый Динар учится в диджейнгу, и мне стало тоже очень интересно. Я думала, думала, и наконец-то решилась. Родители вроде поддержали, и поэтому я тут. И надеюсь, у меня все получится. Я занимаюсь всего месяц пока. Собственно, по профессии я учитель английского и французского. Работаю в любимой сфере. Диджейнгу меня подтолкнул в карантин. Что-то сидела-сидела в инстаграме, смотрю. Булат выложил классный микс. Думаю, кто это такой. Дальше прошла по ссылке, и все засосала. Ну, в принципе, я интересуюсь фотографией. И я очень люблю обрабатывать видео и фотографии. Я работала моделью в Шанхае. И, в принципе, у меня всегда была тяга к музыке. И я очень заинтересовалась диджейнгом. Как я пришла в школу диджейнга, я начала мутить с одним диджеем. И, короче, у меня есть такая фигня. Мне надо быть лучше мужика, с которым я, типа, встречаюсь. Я тебя сделаю, короче, и пошла учиться. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь диджейнгом. И все, что вокруг, все это музыка, все это движуха, съемки, динамика. И вот так. У меня очень интересный из них. Диджейнгом занимаюсь очень давно, уже более десяти лет. Накопился определенный опыт, которым хочется делиться. И до даже школы, до Scratch DJ School приходилось как-то помогать ребятам, которые только начинают учиться. И начал получать от этого какое-то удовольствие. То есть мне нравится делиться своим опытом, своими знаниями. Вот. Передавать их дальше. По сути, я нигде не тусуюсь, ничем не интересуюсь. Я не учусь в высшем учебном заведении. Занимаюсь самообразованием. И пришла в школу диджейнга именно для того, чтобы получить новые для себя навыки. Возможно, развиться в этом деле и стать спеца. Приметы. У всех они разные. И таких суеверных, наверное, очень сложно выделить. Лично у меня есть примет проверить абсолютно все оборудование, которое есть. Начиная от иголочек, которые надо почистить щеточкой. Заканчивая компудахтером, который нужно перезагрузить на всякий случай. Ну, береженого бог бережет. Потом стараюсь распланировать свой график так, чтобы в этот день у меня было поменьше негативных эмоций. Потому что если ты остаешь загруженный во время сета с проблемами, и как ты можешь дарить какое-то классное настроение людям, если ты сам в плохом настроении и у тебя дофигища вопросов в голове. Поэтому стараюсь быть в этот день максимально позитивным. Вот. Ничего для молодежи без молодежи? Скажу честно, да, очень сложно. То есть, фактически, с тех пор, как я начала заниматься диджейингом, я сплю в сутки по пять часов, но потом сравниваю с версией себя год назад, когда я этим не занималась, и ни о чем не жалею. Все, кайф, просто балдею. О скиллах и лайфхаках я не знаю, как вам сказать. Я могу сказать, что мне дал диджейинг в принципе. Но, безусловно, в первую очередь, это диджейинг расширил мой музыкальный вкус. Вот. И я вообще любитель ретро послушать 80-е и все такое. Но сейчас разные жанры присутствуют у меня в плейлистах. Второе, это ты начинаешь прочувствовать треки. Ты начинаешь понимать, из чего трек состоит. Дроповая часть, ямы и все такое прочее. Вот. Это тоже полезная вещь. Третье, наверное, диджейинг дал мне друзей. Хороших, знакомых, друзей. С ними можно побухать нахрен. Пообщаться нахрен можно. Ладно, я домой. Музыка – это искусство. Это точно не коммерция. Я меломан. Я люблю разные направления. Я пришла сюда с одним. Хотела играть этно. Потом перешла на хип-хоп. Потом перешла на ростофрианскую музыку. Потом на хаус. Теперь на техно. И, в общем, меня вот так носит. Вообще, это очень смешная история. Меня друг позвал сюда. И говорит, нам нужен челик, который делает обложки. Я такой, ну окей. Мне все равно делать нечего. Я все равно за любую вот такую вот тематику. Лишь бы можно было себя проявлять. И тут я как бы проявляю себя. Могу делать разное. То есть, как бы я не могу… Как сказать? Сейчас. Класс. То есть, здесь от меня требуется то, что мне хочется этого. Вот. То есть, нет какого-то там определенного тезе, задания там. Нам нужно так, так-то. Я вообще ненавижу такое. Вот. И людям реально нравится то, что я делаю. И это очень классно. Так, как общаться с людьми, потому что… Потому что у меня есть такая… Немного социофобия. Я такая, блин, как… Что, что мне сказать? Здравствуйте. И после занятий у меня Альберт такой, блин, давай все-таки на «ты». Я такая, фух… Ладно, все хорошо. На «ты» так на «ты». Это мои первые мысли все-таки. Вкус у меня специфический немножко. Но первое – это, по-любому, Кашемир. Вся его тусовка, дарма, Worldwide. Это Эрик Максвелл Дингус из Техаса. И Тонтарио. Но про него информации мало, просто очень крутой челау. Это очень сложный вопрос, правда. Я думаю, нужно просто делать то, что ты любишь, серьезно. И общаться с людьми, придумывать вместе с ними интересные проекты. Почему бы и нет? Потому что, когда рядом с тобой много талантливых людей, в любом случае, так или иначе, рождается какая-то клевая идея, на которую нужно набраться сил и ее реализовать полностью и целиком. Серьезно. Почему бы и нет? Я раньше очень много слушал Земфиру. И там есть песенка «Девочка с плеером». Есть песня «Девочка с плеером». И она начинается со слов «Привет, ромашки». И я тогда в 14 лет такой думаю, так, надо поменять ник в инсте. Это клевая альтернатива. Я поменял. И вот так уже лет 6-7 я «Привет, ромашки». И когда я уже стал диджеем, думаю, а что париться? Оставлю так. Точно не антропологом. Вот. А так, у меня нет в голове чего-то конкретного, только что-то абстрактное. Могу сказать, что вижу себя более уверенной, более какой-то, не знаю, творческой, креативной, потому что мне кажется, что мне этого не хватает. Более открытой. Мне нравится. Я, конечно, здесь недолго, но мне кажется, здесь уютно. Люди могут просто приходить, проводить друг с другом время. Вот. Мне кажется, это вообще один из самых клевых типов провождения времени. Именно такой формат тусовки. Вообще, для меня это легко. Просто нужно иметь любимое дело, то есть мотивацию. Мое любимое дело — это музыка. Конечно же, у меня всегда хватает на нее энергии. Для кого эта мотивация может быть семья или любимый человек. И, в принципе, энергия, она просто само собой будет генерироваться в твоем организме. Безусловно, окружение очень сильно повлияло на мой музыкальный вкус. Конкретно я могу сказать о периоде, когда я жила в Самаре. 2016-2018 год. Там было вокруг меня очень много ярких личностей, которые как-то передали мне частичку своего музыкального вкуса. И с тех пор я вот немножко, наверное, нестандартная вообще в тусовке. Мне нравится то, что это не просто школа, это действительно место, куда ты можешь прийти, когда тебе надо поработать, когда тебе надо, блин, поплакать. Вот я к Альберту, моему преподавателю, всегда прихожу и рассказываю о своих душевных терзаниях. У нас действительно настоящая семья, в которую мы с радостью примем не каждого, но если вы нам подойдете, вы уже от нас не отвяжетесь, потому что мы действительно друг друга поддерживаем и друг другу помогаем. Поэтому вот и все. Нет, когда владеешь информацией, можно ее легко донести. Дело в том, как усваивает ученик материал. Здесь уже только в этом дело. На виниле я раньше игру воспринимал скептически, вот. Но в последнее время я что-то начал увлекаться и понял, в чем прикол винила. Мне кажется, что CDK винил немного разные вещи, поэтому и там, и там можно научиться чему-то новому, вот. Я, короче, полюбила Bass House очень сильно. У меня прям штырит, я его играю, мне прям вот кайфовать охота, серьезно. Вот, ну хип-хоп, это может немного банально, но не все треки мне заходят. Мне не нравится этот монотонный, короче, сейчас пошел такой американский рэп, и он ни туда, ни сюда, как бы. Не хочется под него задницы трясти, поэтому, чтобы как бы найти такие кайфовые треки, приходится попотеть. И, ну, не знаю, Меладзе никто не отменял, как бы, когда хочется поплачивать. Едешь из клуба, ты такой в такси включаешь грустные треки и плачешь. Короче, это был стрим, стрим в нашей школе второй, получается. Это уже был конец лайнапа, и я попросил, попросился стать B2B с одним чуваком. Shoutout, тут Камиль Аким Амнезия. И я еще не привыкший, не умею играть ничего, ну, как в B2B формате. И начинаем играть с чуваком. По привычке начинаю листать трек на своей деке, на которой уже играет трек для того, чтобы подготовиться. Когда вот чувак сведется, я вставлю свой трек, все дела, буду делать это заранее. В итоге был прямой стрим, было все кайфово, и я, короче, тупо просто взял и трек перерубил. Ну, а это диджей AUX, как я в тачке езжу, так же и перерубаю. Сейчас очень популярно применять такие, ну, более демократичный метод, да, в образовании, в преподавании. Но я все-таки считаю, что принцип кнута и пряника никто не отменял. И, в принципе, считаю, что на занятиях можно более жестче критиковать, наверное, нас. Знаете, вот иногда все-таки кнут нужен, он здорово мотивирует. На самом деле давно не была в клубе в связи с последними событиями. Но я помню, как где-то год назад я была в каком-то клубе низкого такого уровня. И вот сейчас, когда я пришла учиться, я поняла, что там, ну, сведение было какое-то не очень. И думаю, сейчас я буду замечать такие маленькие ошибочки. Ну да, потому что там, во-первых, мои ребята постятся, я их миксы слушаю. Также еще вот смотрю плейлисты, оттуда можно реально очень много интересного контента выделить. То есть вообще это реально очень интересная тема именно с плейлистами от разного там диджея, исполнителя, может, какой-нибудь личности, просто чтобы узнать, какой у него там музыкальный вкус. Вот все равно же, хоть ты даже, например, рэп слушаешь, ты можешь какой-нибудь интересный жанр рэпа или какой-нибудь интересный исполнитель выделить для себя. Так что это реально классно, и это как раз-таки этот телеканал Профсоюз не только для диджеев, а еще просто для обычных людей, которые просто хотят пополнить свой запас плейлиста там новыми треками. А можно я еще добавлю, чуваки? Короче, Наиль не попал бы в Профсоюз и в Scratch DJ School вообще, в принципе, в наш комьюнити, если бы у него не было такого охрененного не только видения, не только видения, да, а знаете еще чего? Музыкального охренительного вкуса, от которого я сам тащусь. Серьезно, мы здесь однажды устроили прослушивание его плейлиста, я чуть с ума не сошел бы, вот правда говорю. Поэтому всем добро пожаловать, послушайте его плейлисты, правда. Человека, который не занимается диджеингом, но имеет такой вкус, что просто включаешь плейлист и не можешь остановиться, правда. Все, вот так. Короче, короче, походу, походу, походу пойду диджей, походу пойду диджей. Вот так. Нет, на самом деле очень плохо. Я все-таки каждый раз себе говорю, что я не буду пить, но я пью. Раньше это было от страха. Я боялся, думал, что мне это поможет. Но играя пьяным, я косячил жутко. Я перестал это делать. Потом уже, когда набрался опыта, я начал опять пить. Ну, потому что еще и платили пивом. Вот. Так, платили пивом, да. И там я уже привык, типа, ну все, пить это окей. Вот. А тут уже в зависимости от мест. Типа, если я играю в одном месте, то там клевые коктейли. Мне нравится. Это мне просто, типа, как, я не знаю, условно вспомогательное вещество. Вот. Но так, в целом, лучше не пить. Лучше играть на трезвую голову. Лично мое мнение. Да, на самом деле, просто не бояться. Вы занимаетесь любимым делом. Вы должны от него получать удовольствие. Соответственно, здесь, мне кажется, нет речи о страхе. Я считаю, что да, это вполне возможно. Если у этого искусственного интеллекта будет возможность анализировать температуру тела людей, их сердцебиение, уровень алкогольного опьянения. И, в принципе, мне кажется, продуктивность у такого искусственного интеллекта будет выше, чем у обычного диджея. Да, у меня цель быть диджеем, который играет свои треки. И сейчас мне хочется освоить вокал, если у меня это получится, и клавиши. На самом деле, школа для меня это что-то, какая-то новая планета, неизведанная, которую я скоро изучу, и вольюсь в нее, и со всеми познакомлюсь. Да, конечно, кажется, на все 100%, но, как и любая творческая деятельность, в этой мейнстримовой культуре, которая сейчас является мейнстримом, остаются только самые талантливые и самые сильные. Вот так, так что... Учтите! На самом деле, нет любимчиков, как бы это банально не звучало. Нет, на самом деле, все любимчики, потому что нравится то, что у каждого есть свой вкус, это первое, музыкальный, соответственно. У каждого свой какой-то индивидуальный подход, это очень круто, это радует. И от многих учеников, на самом деле, сам чему-то учишься. Делать. Просто, если вы хотите, допустим, записать песню, найдите прямо сейчас, прямо сейчас. Не ждите 2021 года прямо сейчас, найдите человека, который запишет вам песню, который запишет вам голос. Если вы хотите нарисовать что-то, начинайте рисовать прямо сейчас. И не ждите 2021 года и любви. Я пожелаю творчества, новой музыки, каких-то классных открытий, наверное, легкости и побольше деток всем Желаю всем меньше когнитивного диссонанса Любите музыку, ведь музыка спасет мир Я действительно пожелаю просто жить Я глубоко убеждена, что абсолютно любой человек способен абсолютно на все И если вы чего-то хотите, не думайте, что это не для вас, а просто делайте, не думайте, а делайте, идите до конца и никогда не сдавайтесь Желаю, во-первых, самое главное, ну терпение в этой стране, вот, то есть сколько лет терпели, ну может еще потерпим, вот Но все равно как бы это бомбанет, скоро, вот, а так самое главное развитие и креатива В 2021 году я всем желаю научиться любить Мы очень часто путаем чувство собственности с безусловной любовью Любовь действительно дарит мотивацию и создает творчество Все мы хотим быть любимыми, но для начала надо научиться любить, просто так Я пожелаю всем наслаждаться жизнью и кайфовать просто от каждого момента Да, наверное, сколько бы это банальным не было, ничего желать не буду, главное, чтобы 2020 кончился и все, что было в 2020, оно осталось в прошлом Чтобы новый год дал нам больше площадок, больше позитива, добра, слишком много злости, слишком много потерь Этот год, конечно, нам безусловно дофига всего дал, но главное, чтобы все кайфанули в этот год и этот год был преисполнен магией, наверное, да Ребят, будьте собой Задавайте себе каждый день вопрос, зачем вам это все И тогда вы сможете понять суть и жить счастливо Я желаю мира во всем мире и будьте любимыми и любите сами Dream big – мечты имеют свойство сбываться В 2021 году я пожелаю всем ценить действительно настоящих друзей, потому что таких людей, которые за вас горой, очень мало на самом деле В 2021 году я желаю всем быть самими собой, во-первых Во-вторых, реализовать все свои настоящие, настоящие внутренние идеи самого детства и мечты Серьезно, это безумно важно, именно реализовывать свои мечты, ребята Запомните, пожалуйста, вот так Мои пампипщики, я желаю вам поменьше апатии и лени и побольше уверенности, амбиций и мотивации в предстоящем в 2021 году Семья! Семья! Войны! Ха-ха-ха, кошмар, нет, нет Семья! С чего началась твоя карьера? Ну как с чем? Семья! Да, ха-ха-ха, отлично Семья! Это здесь вебкам снимают, да? До новых встреч! Семья!